Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Джером Пауэлл только что запустил торнадо в финансовые рынки. Он сказал, финансовые условия ухудшаются после коллапса банка СВБ. Это может замедлить экономику. При этом Джером добавил, что эти условия ухудшились больше, чем они ожидали. Это означает, что ФРС США сигнализирует нам о том, что в финансовом секторе уже в 2023 году нас ожидает гораздо более серьезный кризис, чем просто банковские коллапсы. Это и кредитный кризис, и кризис недвижимости и жилья. Это то, что может привести к еще худшей рецессии, чем в 2008 году. Пауэлл также поднял ставку на 25 базисных пунктов, даже несмотря на уже существующий банковский кризис. Таким образом, ставка выросла до 5%. Это уровень, которого мы не видели с 2008 года. Самые основные важные заявления Джерома Пауэлла, о которых тебе нужно знать. Инфляция остается высокой. Рынок труда все еще очень сильный. Банковская система надежна и устойчива. Депозитные потоки стабилизировались. Политика должна быть достаточно жесткой, чтобы снизить инфляцию. Никакого понижения ставок в этом году не будет. Но дальнейшее повышение ставки вероятно. Так что параллели между 2023 и 2008 продолжают накапливаться. И я думаю, новая депрессия в скором времени вырвется на свободу. И мы уже видим первые ласточки этого. Компания Amazon анонсировала 9000 дополнительных увольнений. Сервис для поиска работы Indeed уволит 2200 сотрудников. Ты должен обратить внимание на это, потому что компания Indeed имеет полную информацию о состоянии рынка труда США. Компании в Америке используют этот сервис для поиска и найма работников. И если Indeed увольняет 15% своей рабочей силы, как здесь написано, это признак того, что они знают, что нас ожидает в будущем, что ожидает экономику в будущем. Генеральный директор Indeed цитата «В прошлом квартале общее количество вакансий в США сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время объем спонсируемых рабочих мест, то есть тот объем денег, который компании платят за продвижение своих вакансий, упал на 33%. Это очень серьезное падение. Ты скажешь, мы наблюдаем эти увольнения уже 5 месяцев подряд и рецессии до сих пор нет. Это основная причина, почему большинство людей не ожидает жесткой рецессии. Посмотри на эти результаты опроса. 11% людей считает, что нас ожидает мягкая посадка. Никаких особо плохих событий, по их мнению, не будет. 32% ожидают нормальной рецессии, когда безработица вырастет вдвое. Итого 43% людей думают, что никакой особенной рецессии не будет. Нужно понимать, что есть эффект задержки между серией увольнений и последствиями. Сначала будет казаться, что это просто конкретные специальности, конкретные индустрии. Но спустя некоторое время эти увольнения приведут к сокращению индекса потребительских расходов. Это приведет к увольнениям во всех видах экономической занятости, а не в конкретных. И когда это произойдет, система может рухнуть. Потому что стоимость товаров с инфляцией и зарплаты просто несоразмерны. Люди едва платят по счетам. И если ты мне не веришь, давай проанализируем этот сервис для поиска работы. Можно стать домработницей за 19 долларов в час, доставщиком за 20 долларов в час. Макдональдс – 19 долларов в час, ассистент – 17 долларов в час и так далее, и так далее, и так далее. Это город Сиэтл, если что. Вот такие вакансии на рынке труда, которые Джером Пауэлл называет сильным. 20 баксов в час на полный рабочий день. Это для США просто ни о чем. В Сиэтле аренда квартир, как ты видишь здесь, составляет 2500 долларов, 3400 долларов, 4600 долларов. Как обычный рабочий должен жить, выживать в такой инфляционной экономике? Типичный платеж в месяц за жилье в Сиэтле в последние годы растет практически вертикально. Сейчас это почти 4600 долларов в месяц. Если ты хочешь купить дом в Сиэтле, приготовься платить почти 5000 зеленых в месяц. Ты можешь провести такой же анализ для любого города, который тебе интересен. Картина везде одинакова. Вот почему я не могу понять людей, которые говорят, что эта экономика здорова, что нет рецессии и не может ее быть, что нас ожидает мягкая посадка. Как вчера сказал Джером Пауэлл, он видит путь к этой мягкой посадке. Но об этом говорят либо правительство, либо популярные СМИ, либо реальные люди, которые инвестируют свой интерес в то, чтобы статус-кво продолжался. Поэтому они и будут говорить так, чтобы все думали, что все хорошо. Сейчас так говорят про рынок жилья и недвижимости. Посмотри, что пишет популярные СМИ с NBC.com. Они пишут, продажи домов взлетели на 14,5% в феврале. За март еще у нас нет информации, поэтому опираемся на февраль. Они даже пригласили экономиста, который объяснил это тем, что покупатели пользуются любой возможностью при снижении ипотечной процентной ставки. Именно поэтому, соответственно, продажи домов взлетели на 14,5%. Очень неплохо звучит, да, побычье. Но проблема в этой статье заключается в том, что в целом продажи жилья в феврале были ужасными. Это был худший февраль за последние 10 лет. Но об этом ни одно СМИ не говорит. Посмотри на этот график. Количество заявок на ипотеку. Это бирюзовый график. Чтобы купить дома, продолжает стремительно падать. Это самый низкий уровень за 30 последних лет. Так что даже несмотря на то, что продажи домов выросли на 15% в феврале, который все еще остается худшим месяцем за 10 лет, резко падающее количество заявок на покупку жилья по ипотеке означает, что продажи домов продолжат падать и в марте, и в апреле. Посмотри на эту интерактивную карту. Продажи домов упали на 30-40% только в штате Калифорния с аналогичным периодом в прошлом году. По всей стране они упали на 23%. И честно говоря, я не вижу способов спасти рынок недвижимости и жилья. Спрос ужасный, настроение ужасное. И самое интересное, что СМИ и правительства говорят, что все хорошо и все растет. После выступления Джерома Паула 30-летние ипотечные процентные ставки упали. С 6,75% до 6,48%. Это все равно очень большая ставка. Посмотри на 5-летний график. Мы практически на пиках. И несмотря на то, что ФРС подняла ставки на 25 базистых пунктов, рынок ипотеки не последовал за ним. А все потому, что инвесторы начинают подозревать, что с экономикой США что-то не так. Что с рынком труда что-то не так. Что с рынком жилья что-то не так. Все эти увольнения и ужесточения политики ФРС, Что процентная ставка ФРС не будет падать в этом году. По словам Паула, инвесторы уверены, что это не приведет ни к чему хорошему. Давай поговорим про ставки. Паул сказал, что в 2023 году может произойти еще одно повышение ставки. Последнее. Понижение ставки произойдет уже в 2024 году. По словам Джерома Паула. Сейчас рынок дает 40% на то, что в следующий раз ФРС США повысит ставку на 25 базисных пунктов и 60% что не повысит вообще. В речи Паула можно разглядеть намеки на то, что ФРС США готова смягчить свою позицию, смягчить свою политику. Ведь экономика, как читается между строк Джерома Паула, входит в рецессию и нужно к этому подготовиться и банкам, и обычным гражданам. Единственное, что может помешать этому сценарию, это упорная инфляция, которая никак не упадет ниже 6%. Более того, мы наблюдаем признаки того, что она готова снова расти, цены на поддержанные автомобили снова растут. И на этом графике мы видим, как цены на БУ автомобилей сильно обрушились. И это стало одним из факторов, почему инфляция упала с 9,1% до 6%. Сейчас мы видим буквально параболический взрыв цен на поддержанные автомобили. Цена растет вверх. Поддержанные автомобили составляют 5% от базовой инфляции. И если цена на эти автомобили растет, значит и базовая инфляция вырастет, Core CPI вырастет. И, возможно, спустя 3 месяца ФРС США снова придется возвращаться к ужесточению своей политики, сокращать баланс и повышать ставки, чтобы укоротить инфляцию. Таким образом, Джером Паула выдает желаемое за реальность. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok